И в продолжении темы сегодня гость нашей студии депутат Государственной Думы 7-го созыва Юрий Волков, депутат от партии ЛДПР. Добрый день, Юрий Геннадьевич. Здравствуйте. Вот предлагают ввести запрет на вылов омуля. Запрет на три года, причем это промышленный запрет, и установить также определенную квоту на добычу, суточную добычу любителям, рыболовым любителям. Как вы к этому относитесь? Ну, я, как любой забайкалец, отношусь, конечно, негативно к подобной инициативе, потому что все мы привыкли видеть омуль на своем столе сегодня. С другой стороны, есть объективные причины для беспокойства, потому что с середины прошлого века естественным образом омуль не размножается. Это происходит только на специальных заводах, где разводят рыбу. Поэтому сегодня Министерство по природным ресурсам сформулировало вот такое предложение. Его, конечно, нужно внимательно изучать. А нет ли других механизмов? А какие деньги будут выдвигаться? А что, в конце концов, через три года после этого запрета мы с вами получим? То есть мы получим увеличение кратное омуля или не получим? Если целевых показателей этого запрета сегодня не будет в законе, ну, мне кажется, это не совсем правильно сегодня ограничивать. Или мы получим еще большее количество браконьеров и безработицы на селе? Да, мы можем получить еще больше браконьеров. Вы, как один из участников обсуждения федеральной целевой программы «Байкал, Великое озеро, Великой страны», есть ли в этой программе какие-то механизмы регулирования популяции омуля? Вот вообще что-то на экологию там направлено именно с точки зрения омуля? Ну, на сегодняшний момент, конечно, идет сбор всех предложений от регионов для того, чтобы было конкретное наполнение этой программы. Там, конечно, есть вопросы, касающиеся экологии, вопросы, касающиеся развития туристической инфраструктуры, вопросы, касающиеся развития инфраструктуры по утилизации твердых бытовых отходов. Мы сегодня понимаем, что действующее законодательство, оно рамочное и, несмотря на то, что определяет определенные механизмы, не дает, ну, конкретных источников финансирования, не указывает конкретные суммы. Поэтому принцип создания федеральной целевой программы, направленной на вот сохранение Байкала, это, конечно, большой плюс и очень хорошо, что сегодня государство об этом. Ну, так или иначе, про омуль там что-нибудь есть? Я не готов сегодня сказать вот именно про омуля вот в этой программе, нужно дополнительные материалы сейчас посмотреть. Я думаю, что обязательно, с учетом вот планируемого запрета, там, конечно, должна быть позиция, направленная на увеличение популяции. А есть ли другие какие-то способы решения, ну, помимо запрета, вот, восстановления популяции омуля? Ну, я опять же оттолкнусь от того, что, а, омуль сегодня разводится только искусственно, б, цикл жизни омуля, он достаточно продолжительный, потому что, ну, не лестится, рыба начинает на седьмом-восьмом году жизни. И поэтому все вот изменения, касающиеся вот этой ситуации, они, конечно, цикл жизни рыбы должны учитывать. И нужно очень взвешенно подходить, потому что, ну, разрушить существующий уклад жизни людей, которые, ну, привыкли вот все-таки жить за счет омуля, очень легко. А что взамен им предложить? Сегодня же мы ничего не видим. То есть, действительно возникает вопрос увеличения количества браконьеров, возникает вопрос безработицы в прибрежных территориях. Это все есть, это риск и социальный. Вы, как депутат, еще обратили свой взор на еще одно озеро, которое в Бурятии существует, большое озеро, это Гусиное озеро. Почему вдруг вот, ну, у нас как-то принято защищать Байкал, что-то вот на Байкале там пиарится и так далее. Почему Гусиное озеро? Гусиное озеро – это достаточно крупный водоем, второй, насколько я понимаю, по величине на территории Бурятии. Там расположен крупный город и крупный инфраструктурный объект, ГРЭС, который вырабатывает тепловую энергию, электрическую энергию. Из-за этого происходит тепловое заражение озера, из-за этого происходят химические загрязнения озера. Проблема Гусиного озера, она перекликается с аналогичной проблемой озера Кенон на территории Забайкальского края, ну, в пределах краевой столицы города Читы. И, конечно, вот эти проблемы, они сегодня заставляют задуматься, а как изменить законодательство для того, чтобы те платежи, которые поступают в бюджеты разного уровня, в основном, к сожалению, в федеральный бюджет, вот предприятий, которые расположены на озерах, они шли на решение вот проблем конкретной территории. Ну вот, вы направили письмо Сергею Донскому о том, чтобы республика все-таки вошла в целевую программу по развитию водохозяйственного комплекса России. Какова судьба этого письма? К сожалению, на сегодняшний момент вот из профильного республиканского министерства ответ, потому что параллельно я и туда направил запрос, не пришел. И Министерство природных ресурсов также сегодня вот, ну, недостаточно быстро обрабатывает депутатский запрос. Спасибо большое, к сожалению, заканчивается время. Более подробно о деятельности депутата Юрия Волкова в Бурятии смотрите в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин